Казань 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 Добрый день, уважаемые друзья, уважаемый господин Вилсон, дорогие коллеги, прежде всего разрешите поприветствовать вас всех в этом прекрасном зале нашего института. Это фундаментальная медицина и биология на первых конференциях, как Ременской конференции. Вы знаете, медицинская тематика была характерна нашему университету со дня его создания в 1804 году. И как вы можете подсчитать, мы в этом году отпраздновали уже свое 211-летие. Это достаточно большой период развития для любого общества, в том числе и для учреждения образования. За это время в университете проходили различные трансформации. И так получилось, что в 1930 году медицинский факультет отпочковался от нашего классического университета. И с того времени в стенах Казанского университета отсутствовала эта тематика как таковая. И медицины занимались все, но это уже были любительские занятия или исследования в партнерстве с теми или иными ведущими научными обществами. В 2010 году в своей программе развития уже в формате федерального университета мы предусмотрели открытие медицинского факультета, а затем и Института фундаментальной медицины на базе Биофак. За эти достаточно небольшое время, 5 лет, был создан Институт фундаментальной медицины и биологии. При нем были созданы исследовательские лаборатории, которые сегодня можно сравнить с лучшими исследовательскими лабораториями мира. Мы, наверное, являемся одним из немногих университетов Российской Федерации, которые в полном объеме создали инфраструктуру для создания лекарственных субстанций и для создания средств их доставки. Таким образом, мы у себя имеем инфраструктуру для научных исследований, мы имеем учебные лаборатории. Вот в одном из кампусов Института мы с вами находимся, и вы можете пройтись, посмотреть, что сделано за это время, короткое, достаточно для истории любого университета. И залогом или завершением создания полной инфраструктуры этой области является то, что в конце этого года было принято решение о создании клиники, университетской клиники, которая также будет в тесную интегрирована с Институтом фундаментальной медицины. Причем это создание не с нуля, а передача нам трех медицинских учреждений, достаточно больших и долгое время работающих на территории города Казани. Здесь где-то будет примерно 800 койко-мест посещения, стационар, поликлиника, больничная скорая помощь. И в каждом кампусе клиники создается научная лаборатория и создается условие для работы студентов. Поэтому для нас особо актуально проведение сегодняшней конференции, поскольку, как только что было сказано Андреем Павловичем в своем вводном слове, нам нужно понять, в каких направлениях нам идти, с кем нам дружить, чтобы не наделать ошибок, которые до нас сделали многие исследовательские центры в том числе. И поскольку мы имеем и учебные заведения в стенах университета, клинику, научно-исследовательский институт, нам очень важно вот те обзоры, которые делает сегодня конкретно Кокриненское общество, где, кстати, очень приятно сообщить, что мы тоже в той или иной мере причастны. Вот Лили Зиганшина здесь наш профессор, который давно уже сотрудничает с этим обществом и, наверное, в основном, благодаря ее усилиям, мы сегодня с вами находимся в этом зале. У нас будут два рабочих дня, когда, я думаю, наши гости сумеют не только активно поработать, но и ознакомиться с инфраструктурой университета, с нашими научными лабораториями и в то же время посмотреть столицу нашей республики, город Казань, посмотреть таким образом, чтобы их тянуло сюда к нам и чтобы они прониклись нашей любовью и нашим менталитетом. В то же время хочу сказать, что в университете у нас выбрано всего несколько приоритетных направлений, их четыре, по большому счету, и одно из них – это медицина и фармацевтика. Поэтому у нас и Институт физики сегодня создает медицинское подразделение, Инженерный институт создает собственное подразделение, но в основном оно будет ориентировано на бесовместимые материалы и на оборудование, инструментарии, которые будут использоваться в медицине в наших собственных клиниках, мы будем их опробировать. У нас Институт химии создает собственное подразделение, ориентированное на медицину, и даже Гуманитарный институт филологии и коммуникации также сегодня находит точки соприкосновения с теми исследованиями, которые проводятся на базе нашего университета по медицинской тематике. Таким образом, медицинский институт – это не только вот этот кампус, хотя у него кампусов достаточно, это просто основной кампус, поскольку здесь находится его директор, так и это весь университет, который сфокусировал свои все ресурсы, как человеческие, так и материальные, вот на этом приоритетном направлении. Поэтому вы при желании сумеете в этом убедиться. Более того, это более 20 открытых лабораторий, которые работают в развитии этого направления. Открытые лаборатории для наших гостей, я напомню, это полностью созданная инфраструктура, где мы приглашаем ведущих, как молодых, так и уже зрелых ученых для реализации своих амбициозных планов на этих площадках и даем для этого все возможности, начиная от социальной инфраструктуры, жилья, заканчивая финансированием этих лабораторий по тем направлениям, которые сами наши ученые и приглашенные ученые прежде всего определяют. Но в пределах вот базовых приоритетных направлениях. Я желаю вам хорошо поработать, набраться сил, познакомиться, навести мосты, как говорят у нас. И дальше, дай бог, мы в партнерстве готовы долго совместно работать. Спасибо большое. Глубоко уважаемые коллеги, данные конференции, данные мероприятия – это достаточно знаковые события, важные события для Республики Татарстан. И до того, как наши иностранные коллеги выступят с приветственным словом, позвольте предоставить слово Лелле Ренатовне Фазлеевой, помощнику президента Республики Татарстан. Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые участники конференции. От имени президента Республики Татарстан Рустама Наргалевича Миниханова я с огромным удовольствием приветствую вас на территории Республики Татарстан, Республики гостеприимной, яркой, запоминающейся своими традициями, обычаями. На самом деле для Российской Федерации и Республики Татарстан очень важно сохранение здоровья человека. И сегодняшняя конференция с ее таким основательным названием и тем, что здесь говорится о достижениях и барьерах, она очень важна для всего того, что происходит в сфере медицины в Республике Татарстан. Есть очень много достижений, которыми гордится Республика Татарстан, но есть очень много барьеров и препятствий, которые усложняют работу. Для чего сегодняшняя конференция и почему сегодняшняя конференция еще важна для Республики Татарстан? Потому что основная задача ее – работать во благо здоровья, во благо человека. А основная стратегия развития Республики Татарстан и Российской Федерации – это развитие человеческого потенциала, человеческого капитала. Мне хочется пожелать участникам конференции как можно быстрее найти решения по преодолению барьеров и вызовов, которые сегодня предъявляются научному сообществу в области медицины. Как можно быстрее рассказать о тех достижениях и поделиться теми достижениями, которые имеются у всех тех, кто сегодня приехал в Республику Татарстан. Пожелать вам всем здоровья и поблагодарить вас за работу во благо здоровья и во благо людей. Спасибо. Уважаемые коллеги, все ветви власти, так сказать, внимательно смотрят на самом деле на эти события, которые происходят сегодня в стенах Казанского федерального университета. И поэтому следующее слово я хотел бы предоставить Светлану Михайловне Захаровой, председателю комитета Государственного совета Республики Татарстан по социальной защите и здравоохранению. Доброе утро, дорогие коллеги, уважаемые участники конференции. Позвольте мне от имени главного законодательного органа Республики Государственного совета и его председателя Фарид Харулыча Мухамедшина тепло и сердечно поприветствовать вас. Вопросы охраны здоровья граждан, оказания качественной, а самое главное доступной медицинской помощи, формирования здорового образа жизни являются приоритетными действительно во всех уровнях власти Республики Татарстан. И не случайно парламент Республики, один из первых в стране, создал комиссию по контролю за реализацией основных государственных программ Республики в сфере здравоохранения. Основной задачей этой комиссии является именно дальнейшее развитие законодательной базы в сфере здравоохранения. И, конечно же, для нас большая честь принимать участие в сегодняшней, столь представительной международной конференции. И думаю, что завтра мы тоже плодотворно поработаем с некоторыми участниками именно в стенах парламента. Наверное, время и развитие глобализации информационных технологий, и тот спектр широкий лекарственных средств, который сегодня представлен на фармацевтическом рынке, И тот поток, широкий поток информации именно медицинской, который сегодня, к сожалению, доступен не только медицинскому сообществу, но и нашим с вами пациентам, вызывает нас задуматься об актуальности сегодняшней темы именно доказательной медицины. И, конечно же, я убеждена, что сегодня в рамках конференции состоится предметный разговор с приоритетом развития доказательной медицины в Республике Татарстан и в России в целом. И я думаю, что в козе дискуссии, семинаров будут выработаны предложения и рекомендации, которые будут полезны и интересны не только для большого круга специалистов в области медицины, но именно и для наших пациентов. Я хотела бы пожелать вам успешной, плодотворной работы на благо наших граждан, чтобы все, что мы сегодня с вами, вернее, ближайшие два дня, скажем так, родим и сделаем, чтобы все это способствовало сбережению и укреплению здоровья нашей нации. Удачи вам, благополучия и, самое главное, чтобы здесь вам, в Республике Татарстан, понравилось и вы еще раз хотели к нам вернуться. Спасибо. Глубоко уважаемые коллеги, следующее слово я бы хотел предоставить заместителю министра, министерство здравоохранения Республики Татарстан Залалдинову Ринан Цагетчу. Уважаемый президиум, уважаемые участники конференции, доброе утро. От имени Министерства здравоохранения Республики Татарстан разрешите поприветствовать вас, участников международной конференции «Доказательная медицина. Достижение барьеры». Республика Татарстан является одной из центральных областей Российской Федерации с уникальной историей, хорошими коммуникационными возможностями и развитой промышленностью. В последние годы в здравоохранении Республики отмечается системное преобразование, направленное на повышение и доступность медицинской помощи. Необходимо отметить, что прошедший год позволил удержать положительную динамику основных показателей здоровья доселения и деятельности системы здравоохранения в Республике. В этом году в России сохраняются позитивные тенденции, демографические показатели и в этом году. Встреча профессионалов, подобные сегодняшней, позволяет дать оценку эффективности взаимодействия медицинских работников, обсудить актуальные и спорные вопросы и обобщить опыт профессионалов медицинского сообщества. Создание российского филиала Северного Кокринского центра в Казани на базе Казанского федерального диверситета очень ценно и почетно. Министерство здравоохранения активно сотрудничает с Казанским федеральным университетом, нашими производителями в области развития новых лекарственных препаратов, клинических исследований. И наш партнер, Приволжский федеральный университет, это очень такой, как бы, существенный партнер у нас, у Министерства здравоохранения. Я думаю, что это точка роста нашей системы здравоохранения в целом. Я думаю, что это наше конкурентное преимущество. Уважаемые коллеги, хочу пожелать вам, чтобы эта конференция была полезной, плодотворной, взаимовыгодной. И чтобы, как уже было сказано предыдущим ораторам, это у вас осталось таким светлым пятном, и чтобы Казань всегда являлась точкой притяжения. Приезжайте к нам еще. Спасибо. Коллеги, следующее слово я хотел бы предоставить проректору по научной работе Казанского медицинского университета Ильшат Ганевичу Мустафину. Ильшат Ганевич, пожалуйста. Глубоко уважаемые члены Президиума, уважаемые коллеги, уважаемые гости, сегодня действительно важное событие в стенах Казанского федерального университета, в стенах Института фундаментальной медициной и биологии. Действительно, наконец, состоялось то, что должно было, конечно, состояться намного лет раньше. Благодаря усилиям, конечно, группы, в первую очередь Лилия Евгеньевна Зиганшиной, удалось организовать, провести, я думаю, удачно будет проведена эта конференция. Действительно, Россия находится в тот период, когда идет стремительное бурное развитие всех отраслей, в том числе загохранения, в том числе науки, в том числе медико-биологических направлений. Естественно, внедряются современные методы лечения, диагностики, разрабатывается целый перечень новых соединений препаратов. И здесь, безусловно, перед научным сообществом, безусловно, перед медицинским сообществом стоят очень серьезные те самые барьеры, те самые сложные вызовы, которые нужно нам преодолять всем вместе. Я думаю, собрание сегодняшнее, которое будет проходить в течение двух дней, позволит нам найти те точки роста в плане именно обеспечения безопасного лечения, безопасных подходов в плане сохранения здоровья населения. Я думаю, что у республики Татарстан есть действительно очень сильная, серьезная база научная, база в лице и организации здравоохранения, которая тесно взаимодействует, сумеет обеспечить то самое, о чем будет говорить в течение этих двух дней. Естественно, мы сегодня должны говорить о том, что интенсивно развиваются новые направления – персонализированная медицина. И здесь возникают тоже вопросы, касающиеся именно выработки тактики безопасного применения. С одной стороны, персонализированная медицина – это как раз та самая точка безопасного применения лекарственных препаратов, диагностики, лечения. Но, с другой стороны, если мы будем оценивать персонализированную медицину в целом, то здесь возникнут серьезные вопросы и проблемы. И здесь нужно вот это взаимодействие всех звеньев завоохранения, независимых общественных организаций. Я думаю, что создание, открытие общества независимого, как Рейновского России, а Координационного Совета Республики Татарстан позволит нам объективно оценивать все наши достижения. Поэтому я хочу пожелать всем участникам конференции успешной работы, гостям приятного пребывания в городе Казани, в Республике Татарстан, ну и, конечно, нам плодотворного сотрудничества. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Коллеги, ну и, конечно же, наша конференция пока не кажется международной, и наступил тот момент, когда разрешите предоставить слово, приветствие от Питера Гетша, директора Северного Кокрейнского центра, сооснователя Кокрейнского сотрудничества. Зачитывает это приветствие Карстен Йоргстен, заместитель директора. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И я зачитаю короткое... У нас есть картинка, кажется. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ищи, пожалуйста. registers Да, значит, Питер Геотши на картинке. Спасибо за приглашение. Я очень рад быть здесь сегодня с вами. А Питер хочет, чтобы Лилия связалась со мной в 2007 году, и меня пригласили поговорить о необъективных клинических исследованиях. Мы контактировали с Лилией с 2007 года по электронной почте. Я пригласил Лилию на коллокриум в Хайдарабад в Индии, чтобы у нее была возможность пообщаться с моими коллегами. Мы считаем Лилию сильным ученым, объективным. И признаком качества ее работы является то, что она непрерывно контактирует с многими представителями Кокрина. Она крайне высоко квалифицированный сотрудник. А в Копенгагене мы прикладываем много усилий, чтобы продолжить сотрудничество. Вдобавок к этому, я хотел бы добавить, что мой личный опыт сотрудничества с Лилией был совершенно позитивным. Коллеги, вы знаете, у нас приветствий достаточно много, поэтому я сразу скажу, что мы еще минут 10 будем слушать приветствия. Поэтому следующее приветственное слово – это от Всемирной организации здравоохранения. Слово предоставляется Лорензо Моя. Дамы и господа, уважаемые коллеги и будущие врачи, доктора ВОЗа, рада принять участие в первой конференции «Доказательные медицины. Барьеры и достижения». Это первое мероприятие ПДМ в России, которое совпадает с основанием отделения скандинавского Кокрановского центра в России, которое будет называться «Кокрэйн. Раша». Стремительный рост деятельности Кокрана в Европе и Азии, очевидно, требует включения в этот процесс в России. Россия может занять ключевую роль в продвижении глубокого интереса руководителей региона в использовании доказательств при принятии решений в области здравоохранения. Ваша встреча даст возможность обсудить ключевые достижения и препятствия как с национальной, так и с международной точки зрения. Успех данной инициативы требует четкого сотрудничества со стороны российских участников КФУ и КГМУ совместно с Всероссийской ассоциацией клинических фармакологов, Всероссийской общественной организацией здравоохранения общественного здоровья и Ассоциацией медицинских обществ по качеству, а также Российским научным обществом фармакологов и КГРС. Ведущая роль в оказании содействия этой инициативе должен занять Минздрав. Также потребуется воля к участию в создании сообщества доказательной медицины, позволяющего пациентам, врачам получать лучшую информацию о препаратах, результатах лечения в целях принятия лучших клинических решений и получения лучших ответов на вопросы нужды здравоохранения. Семьерная организация здравоохранения разделяет эти цели, поэтому сотрудничество является наиболее сильным подходом к организации разделению результатов клинических исследований и содействия в получении новых знаний об истинных эффектах лечения той или иной болезни. Регистрация и публикация всех результатов клинических исследований сократит количество необъективной докладываемой информации и поможет практикующим врачам и руководителям выдавать более надежные систематические обзоры. На конференции будут обсуждены наиболее важные вопросы доказательных подходов в предоставлении медицинских услуг и политики в области здравоохранения, такие как основные препараты, систематические отчеты и руководство по клинической практике. Стоит отметить, что кокранские доказательства имеют особое значение для информированного принятия вращения, и, помимо прочего, по спектру действия рационального использования препаратов, доступ к ключевым, проверенным и неразорительным лекарствам – один из шести ключевых приоритетов ВОЗа. В последнем перечне основных лекарств мы рассмотрели некоторые инновационные лекарства, демонстрирующие очевидные клинические преимущества, которые могли бы внести огромный вклад в общественное здравоохранение в глобальном масштабе. Модельный перечень основных лекарств ВОЗ сегодня, в частности, включает прорывные способы лечения гепатита, социальные некоторых разновидностей рака, включая рак, груди и лейкемию, и множественные лекарственно устойчивые формы туберкулеза. Кокран, перечень лекарств ВОЗ и любое вращение в области здравоохранения напрямую зависит от строго установленных и оцененных доказательств, так и от научной основы ценности лекарств. ВОЗ помогает странам-членам своей организации убедиться, что медицинские вращения являются информированными с учетом лучших имеющихся результатов исследований в вашем мероприятии, точно следуют этому направлению. И мы готовы быть в его части. Ваша научная программа, точно, как и говорят в Казани, охватит будущее, будет представлять собой захватывающие дискуссии о тех изменениях, основанных на доказательствах. Мы желаем вам успешной работы и ожидаем от вас вклада в светлое будущее доказательной медицины в России и плотворенного сотрудничества с Кокран и ФОЗ. Большое спасибо. Глубоко уважаемые коллеги, у нас есть еще несколько приветствий, но, так сказать, есть дистантные такие. Первое – это видеоприветствие от Ганса Хогерзайла, декан факультета глобального здравоохранения Гронингенского университета. Или Евгеньевна, сейчас... Да, извините меня, пожалуйста, сейчас, уважаемые коллеги. Евгеньевна, у нас есть еще... Давайте тогда мы перейдем к следующей... Для меня удовольствие обратиться к участникам данной важной конференции, будучи сопротивляющим комитетом Лансет по вопросам политики основных медикаментов. Я бы хотел вынести на ваше рассмотрение три вопроса. Первое – это наша комиссия пришла к выводу, что улучшение качественного использования медикаментов является составляющей национальной политики медицины. Здесь можно добиться максимального повышения эффективности. Иными словами, здесь теряется наибольший потенциал для эффективности, наблюдается рациональное использование медикаментов. Итак, повышение качества медикаментов имеет колоссальный потенциал повысить эффективность. Второе – есть разница между выбором типов футаментальных медикаментов для моделиста и выбором для списка государственных препаратов, государственных решений по доп. обеспечению. В случае с медикаментами имеет место быть амбициозный аспект, но в последнее время, например, очень недешевые типы медикаментов попали в данный список, пока они еще не являются для нас доступными. Но они должны стать доступными, и это амбициозная цель. Но что касается государственного списка с дополнительного гособеспечения, в него также необходимо внести доступность, поскольку эти списки пойдут в работу. Если вы вносите медикаменты в список дополнительного обеспечения, это означает, что их нужно будет предоставить, обеспечить. Это имеет определенные последствия для бюджета. А теперь подумайте о моделисте. Я медикамент или гипотита C. Если каждый курс стоит 84 тысячи долларов и 90 тысяч долларов за комбинацию, а в некоторых странах на медикаменты от рака уходит более тысячи долларов в месяц, это очень-очень дорого и очень много. Это что проблематично даже для бюджетов богатых стран. На государственном уровне мы это за время растущая необходимость в оценке технологий здравоохранения. Мой ответ, не зацикливайтесь, мой совет вам, не зацикливайтесь только на стоимости медикаментов, но посмотрите на их ценность. Так как на государственном уровне при оценке технологий также нужно учитывать эффект, производимый на бюджет. То есть стоимость медикаментов и скольким пациентам они потребуют. И третье, что также немаловажно, это честность или справедливость. У любой страны бюджет по-своему ограничен и в определенный момент понимаешь, что что-то возместить получится, а что-то нет. Некоторым пациентам удастся помочь, а другим нет. Так кого же нам игнорировать? Здесь помогут права человека, например, концепция прогрессивного осуществления. У каждого есть право на здоровье, здравоохранение и самые высокие стандарты здравоохранения. Но прогрессивное осуществление подразумевает, что осуществление каждого права займет определенное время. Возможно, сейчас стоит познакомить вас с общественным здравоохранением или же подходом к принятию решений. То есть те типы лечения, которые являются наиболее дорогими, дешевыми, должны стоять на первом месте в эрархе прав человека. Итак, я же хочу поздравить вас с открытием нового центра. Хорошо, когда вы начинаете сравнивать два типа лечения. И какой же лучше? Что косвенно является сравнением между медикаментами, а также основой выбора? И в ваших обзорах кокорина и использовании их? Повторю, смотрите на ценность, а не на цену. Также будьте готовы к обсуждению цен. Стоит ли мериться с чрезвычайно высокими ценами в тех случаях, когда стоимость исследований явно не оправдывает стоимость лекарственных средств на рынке? Это надо помнить. И не соглашайтесь на все, что пытается предложить или навязать вам индустрия. И на этой ноте я бы хотел пожелать вам прекрасной и интересной конференции. И мне жаль, что я не смог присутствовать сегодня на ней. Большое спасибо. Глубоко уважаемые коллеги, если вы посмотрите на экран, время уже 9.37-38. Мы немножко уже не укладываемся, поэтому, Лилия Евгеньевна, к нам поступили приветственные на эту конференцию еще несколько. Лилия Евгеньевна, если можно, чтобы уложиться нам… Большое спасибо, глубоко уважаемые коллеги, дорогие гости, дорогие друзья. Приветствия от Дэвида Менкеса. Я поздравляю организаторов с их видением и энергией, поскольку они планируют повторить и распространить успех первой конференции КИКОМ 2010 года. Эта конференция, проведенная пять лет назад, собрала впечатляющий круг экспертов из разных областей Российской Федерации и со всего мира. Помимо интереса и удовольствия, которые представляет такое международное мероприятие, амбициозный масштаб организаторов обосновывается проблемами, с которыми мы сталкиваемся в обеспечении того, чтобы информация о лекарствах была доступна высокого качества и без смещения предвзятости. Поистине, это международная проблема, которая проявляется со всей очевидностью в конференции КИКОМ 2015 хорошо размещена, чтобы сделать важный вклад в эти продолжающиеся усилия. Следующее приветствие, уважаемые коллеги, от профессора Джоэла Лексчина. Мне очень жаль, что я не могу присутствовать на международной конференции «Доказательная медицина достижений барьеры». Это была большая честь для меня быть приглашенным, и я с нетерпением ожидал услышать широкий спектр интересных дискуссий. Я абсолютно уверен, что большая работа моего друга, моя будет гарантией большого успеха этой конференции. Мои самые наилучшие пожелания. Джоэл Лексчин. Барбара Минзес. Пожалуйста, передайте мои поздравления конференции и мои извинения, что я не могу быть там. Это очень волнующее событие и важный шаг в улучшении доказательной базы для медицины в России. Для меня большая честь быть частью консультативного совета «Кокрэйн-Россия» российского филиала Северного Кокрэйновского центра. Эндрю Херксеймер. Здравствуйте. Я посылаю мои теплые приветствия всем участникам конференции. Я очень сожалею, что не могу быть с вами, но я очень хотел бы встретиться с вами и принять участие в ваших дискуссиях. И я сожалею, что не увижу прекрасный город Казань. Я желаю вам очень живого, интересного и успешного дня. Что очень важно для меня, это то, что в вашей научной работе и практике вы уделяете много внимания в ряду, который может принести лечение, равно как и пользу. Также важно рассказать пациентам и членам их семей об их заболеваниях, методах диагностики и лечения, слушать внимательно, что они вам говорят, и поощрять, стимулировать их задавать вам вопросы. Также очень полезно начать собирать перенесенный опыт заболеваний людей систематически и сделать это доступным для каждого в интернете. Мы стали это делать в Великобритании 15 лет назад, и вы можете увидеть результаты на наших сайтах. Сайты все будут представлены на сайте нашей конференции, уважаемые коллеги. Теперь исследовательские группы в десятки стран создают такие же коллекции. И я надеюсь, что Россия также сможет присоединиться к этой работе. Это качественные исследования, и поэтому они несколько отделены от Кокрейновского сотрудничества, но я надеюсь, что в будущем они все больше будут сближаться с Кокрейн. Я с нетерпением жду, чтобы услышать о результатах проведения конференции. Большое спасибо, уважаемые коллеги. АПЛОДИСМЕНТЫ Коллеги, и еще одно очень приятное, последнее событие, крайнее, вернее, событие во время приветствия. Я хочу слово предоставить Ильша Травкад, что тут небольшая интрига. Вы знаете, что, уважаемые коллеги, в Республике Татарстан сразу же в начале 90-х годов была организована Академия наук Республики Татарстан. И один из участников сегодняшнего нашего события, господин Эдвард де Бюргер, был удостоен звания иностранный член Академии наук Республики Татарстан достаточно давно. Вот он принимал участие во всех наших делах, начиная с 1998 года, посещал неоднократно Казань, выступал с публичными лекциями и, в принципе, почему именно сегодня решили мы вернуться к этому событию и вручить ему диплом и удостоверение иностранного члена Академии наук Республики Татарстан, поскольку он был лично знаком с основателем Кокреинского общества, а с Арчи Кокреином. Господин Эдвард Бюргер. Я с удовольствием это делаю, но чтобы фотография получилась хорошая... Аплодисменты. Глубоко. Господин Эдвард Бюргер. Да, я вправду был знаком с Эдвардом. Я уверен, что он бы гордился, зная, что его дело сейчас продолжается такими прекрасными людьми здесь, в Казани. Для меня большая привилегия присутствовать здесь сегодня с Ваней на этом мероприятии. Благодарю вас за приглашение и надеюсь, что наши дискуссии сегодняшние будут продуктивными. Глубоко уважаемые коллеги, приветственные слова все сказаны и позвольте перейти к рабочей части нашей конференции, к пленарным докладам. И первый доклад – это «Надежные доказательства, информированные решения во благо здоровья». Каково дальнейшее развитие Кокрайн? Слово предоставляется Марку Вилсону. Марк Вилсон – генеральный исполнительный директор сотрудничества Кокрайн, Лондон, Великобритания. Коллеги, а мы можем, наверное, пересечь, чтобы… Спасибо. 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 Где вы используете? Это не работает? Да? Да, не работает. Хорошо, спасибо. 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 Ректор Гафарофф, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's an enormous pleasure to be here, when you're here. Крайне рад быть сегодня на этом мероприятии. Лозунг моей предсегодняшней презентации – это «Надежные доказательства, информированные решения лучше здравоохранения». Но я также хотел бы назвать презентацию «Празднование оснований Кокрайн России», поскольку это тоже важное событие. Мы очень быстро росли с 1993 года, с момента основания сотрудничества. В 1995 году было лишь несколько авторов, а к 2000 году, к 2005 году вы видите, насколько большим был рост. И сейчас, в 2015 году, мы имеем более 23 тысяч авторов и более 6500 работ в Кокроновской библиотеке. У нас есть авторы из более 130 стран, но, к сожалению, многие части мира до сих пор недопредставлены. Так куда же мы хотим двигаться, к чему мы идем как организация? Видение Кокрон – это мир с лучшим здоровьем, где решения о здоровье и здравоохранении являются информированными и опираются на высококачественные, релевантные, современные научные доказательства. Мы стремимся собрать такие доказательства, чтобы решения в области здравоохранения были информированными. Для этого мы запустили новую стратегию на 2020 год, которая направлена на то, чтобы поставить доказательства Кокрон в Центр принятия решений в сфере здравоохранения по всему миру. Мы хотим распространить свою деятельность и в России, именно поэтому мы здесь сегодня. В этом году мы огласили основание Кокроновского центра в России, и сегодня мы празднуем официальное открытие этой конференции. Спасибо профессору Зиганшине, которая внесла незаменимый вклад в эту работу в основании Кокроновского центра в России, в Казани. Количество участников Кокрон в России достаточно низкое. Меньше 100 зарегистрированных пользователей системы Archie и менее 20 активных авторов обзоров Кокрон в России. Однако энтузиазм российских участников быть вовлеченными достаточно очевиден. До конца этого года мы запустим новый сайт Кокрон для России, русскоязычный. Команда переводчиков уже переводит, уже перевела более 500 кокроновских резюме на упрощенном языке. Они были переведены на русский язык. Есть отдельный раздел сайта на русском языке. Многие пользователи присоединяются к Кокрон. У нас был 300-процентный рост посещений на сайте Cochrane.org с российских IP за период января 2015 года. Российская аудитория в библиотеке Кокрон – шестая крупнейшая не англоязычная аудитория Кокрон в мире. Так как же Кокрон нанесет свои доказательства до Центра принятия решений в сфере здравоохранения? Первая задача, которую мы решаем – это производство высококачественных синтезированных доказательств. Второе – это мы убеждаемся, что доказательства доступны. Третье – мы проповедуем эти доказательства. И в-четвертых – мы создаем эффективную и долгосрочную организацию, которая может достичь первые три цели. Про стратегию Кокрон можно прочитать подробнее на нашем сайте. Вы можете следовать за нашей лентой по мере того, как мы ее обновляем. Цель 1 – создание доказательств, высококачественных доказательств. Мы инвестируем в качество. Мы инвестируем в новые качественные процессы, которые обеспечивают эффективность деятельности Кокрон. Мы делаем так, чтобы обзоры были более релевантными. В начале этого года мы составили новый список 400 новых приоритетных задач. Мы составили этот список с участием заинтересованных сторон по всему миру. Мы этот список постоянно пополняем, обновляем настолько быстро, насколько возможно. Следим за тем, чтобы список задач отвечал актуальным потребностям человечества. Мы работаем более эффективно. Недавно мы запустили средства поддержки. Если вы заинтересованы в том, чтобы сделать вклад в обзоры Кокрон, мы создали подходящий инструмент. Еще несколько месяцев он будет бесплатным на нашем сайте. Вы можете ознакомиться с ним. Что означает производство высококачественных доказательств Кокрин? В 2020 году наш успех будет выглядеть следующим образом. Все опубликованные и обновленные Кокриновские обзоры должны представлять лучшую методологическую практику. Приоритеты должны быть ориентированы на пользователя. 80% обзоров первоочередных стандартных вмешательств должны быть завершены в течение года. А люди и процесс должны работать лучше с новыми технологиями. Сейчас производство обзоров достаточно длительное. Нужно ускориться. Люди, которые делают обзоры, эффективно работают с этими новыми технологиями, чтобы обзоры выходили из-под их пера максимально быстро. Во-вторых, мы хотим сделать, чтобы доказательства Кокрин были доступными и полезными для всех в любой точке мира. Это очень большая амбиция, и вот как мы ее достигнем. Сейчас мы делаем мировое исследование. Это проект, направленный на то, как свидетельства и доказательства Кокрин используются в принятии информированных решений. Мы собрали 6500 обзоров в Кокринской библиотеке. В следующем году у пользователей будет инструмент по поиску и нахождению информации из обзоров. То есть можно будет искать, например, по ключевым словам. Мы также переводим материалы на разные языки Кокриновский обзор. И до конца этого года у нас будет 5 новых языковых версий Кокриновского сайта, включая русскоязычную версию. Мы также предоставляем открытый доступ на разных территориях мира. Вот вы на этой карте можете посмотреть. Для территорий на розовом языке материалы Кокрин являются бесплатными, а также в определенной степени для оранжевых территорий. Синим цветом отмечены страны, где люди должны платить за информацию из Кокриновской библиотеки. Сейчас 3,36 миллиардов людей в 148 странах имеют бесплатный доступ к Кокриновской библиотеке. Политика открытого доступа позволена нам увеличить количество пользователей и количество изданных обзоров. Кокрин подтвердил цель сделать все обзоры доступными бесплатно в рамках стратегии до 2020 года. И начиная с 2016 года все протоколы Кокрин станут незамедлительно доступными для публикации. Все обзоры Кокрин будут автоматически помещаться в PubMed-центр в течение 12 месяцев по публикации. И мы рассмотрим предоставление ограниченным количеством золотых лицензий для основных инвесторов, спонсоров. Так как же будет выглядеть успех в 2020 году, чтобы люди по всему миру получали пользу? Во-первых, это открытый доступ. Во-вторых, развитие продукта, ориентированного на пользователя, чтобы вы получали обзоры Кокрин именно тем способом, которым позволяет вам максимально достигнуть ваших задач. Передача знаний – это одна из наших основных функций на разных языках, чтобы врачам, практикующим и пациентам, и руководителям было легче применять наши знания в своей работе. Наша информация должна быть понятна. Она должна быть написана на простом языке, на языках пользователей, с акцентом на качестве. Это позволит лучшим образом использовать технологии для поддержания понятности обзоров на нескольких языках. Третья цель – проповедование доказательств. Мы должны сделать Кокриндомом доказательств для информированного принятия решений в сфере здравоохранения. Мы должны продвигать доказательную медицину среди руководителей и тех, кто принимает решения, среди практиков. Кокринд должен стать домом доказательств. Наша амбиция – это чтобы к 2020 году вопросы здравоохранения кокриндировались. Кокринд должно стать глаголом, так же, как Google или Википедия. Мы должны усиливать свои глобальные позиции. В прошлом году мы ребрендировались, мы получили новый логотип, новый веб-сайт. И это принесло нам 21% рост посещений на сайте «Кокрин.орг». Мы ребрендили так же и библиотеку «Кокринд». Так что теперь любой человек может получить легкий доступ к доказательствам, которые нужны. Мы запустили 140 новых кокриндовских сайтов, на которых описываются наши методологии, работы наших исследовательских центров и групп по всему миру. Вы можете посетить наши сайты и ознакомиться самостоятельно. Мы также запустили ежегодные обзоры, последний из них датирован 2014 годом, которые покрывают вкратце огромную глобальную работу «Кокринд». Мы также строим рамки коллективного обсуждения. Наша сеть по всему миру огромна, но мы должны создать базу, чтобы высказываться согласованно и коллективно. Мы разработали политику в рамке разработки политики. Взаимосвязь между Кокриндовской группой, которая производит обзоры, и авторами во всех краях мира взаимосвязи укрепляются, растут. И применительно к этой цели, как же будет выглядеть наш успех в 2020 году? Кокринд и библиотека Кокринд должны стать лучшим местом для поиска доказательств для информированного принятия решений в сфере здравоохранения. Мы должны убедиться, что Кокринд находится на передовой передаче влияния на месте, передаче лучших доказательств. Кокринд Россия должна принять ведущую роль в проповедовании доказательной медицины. Мы должны коллективно создавать, воспитывать проповедников Кокринд и доказательной медицины. Чтобы достичь всех этих целей, мы должны сделать организацию Кокринд разнообразной, прозрачной. Кокринд должна стать такой организацией, которая эффективно использует энтузиазм десятков тысяч людей по всему миру. Но мы также хотим стать организацией, которая могла бы похвастаться высоким качеством своих принципов, которая была бы независима от фармацевтической индустрии и разных прочих факторов, которые влияют на принятие решения. Мы также хотим убедиться, что организация работает эффективно и эффективно использует спонсорские средства. Да как же нам это сделать? Существует много способов. Вот примеры. Позже в этом году мы откроем Кокринд для большего количества потенциальных вкладчиков, участников. Мы сделаем пользователям облегчимым вступление. У нас будет в октябре следующего года колоквиум в Сеуле, на котором мы представим новую схему членства в Кокринд. Если вы присоединитесь к нам, у вас будет возможность работать на новой платформе, которая называется Кокринд Тастик Ченч, обмен задачами, где вы можете лучше определить, какие задачи вы можете выполнять в рамках глобального сотрудничества. На этом сайте ваш вклад будет отслеживаться, вы сможете получать новые знания и давать свои знания. Мы хотим инвестировать в исследователи. Кокринд потратит на ближайшие 4 года 2,5 миллиарда фунтов. Мы запустили новый обучающий сайт Кокринда, и хотим сделать Кокринд тем местом, где желающие получить знания, получили бы эти знания, где можно было бы научиться создавать синтетические обзоры. Мы также строим глобальную организацию. У нас 41 центр и подразделения по всему миру, и это число постоянно растет. Кокринд Россия — это лишь один из пяти новых отделов Кокринд по всему миру, которые мы недавно открыли. Наконец, мы запускаем глобальную инициативу синтезированных доказательств, которая поддерживает, продвигает использование доказательств в практике по всему миру. Мы изменяем нашу организационную структуру, чтобы достичь всех ранее озвученных целей. Мы надеемся, что координационный центр Кокринд Раша станет частью этого процесса. Так как же будет наш выглядеть успех в этом отношении в 2020 году? Наша организационная структура и управление будут оптимально устроены для поддержки нашей миссии и функции. Схема членства будет внедрена, и наши члены ее воспримут. Пути в организацию должны быть ясны. У нас будет больше представлений в Северной Южной Америке, Африке, Ближнем Востоке, России. И мы поддерживаем людей, которые вносят вклад в нашу работу и производят продукты в профессиональном развитии. Мы должны работать не только на английском языке, но и на русском, на языках Ближнего Востока. Мы должны производить продукты обзора, которые способствуют профессиональному развитию создателей обзоров и пользователей. Как Кокрин Россия может поддержать выполнение стратегии на 2020 год? В ближайшие пять лет Кокрин Россия может сделать следующее. Продолжать поддерживать деятельность по переводу материалов на русский язык. Неважно, насколько хороши доказательства. Если есть языковой барьер, это плохо, нужно его преодолевать. Нужно делать так, чтобы материалы были доступны людям на их родном языке. Если вы хотите заняться этим, вам не обязательно становиться членом. Пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы предоставим вам возможность поучаствовать в переводе. Наконец, во-вторых, Кокрин Россия должна поощрять российских участников становиться членами в 2016 году. Необходимо поощрять участников завершать мини-задачи через Теск Эксченж. Нужно проводить мероприятия по всей стране для поддержки регионального развития. Наконец, необходимо разработать сеть Кокрин Россия, национальную сеть. Мы хотели бы, чтобы люди посещали мероприятия Кокрина и играли свою роль в формировании политики интересов, которые интересны российской аудитории, включая темы этой аудитории. Необходимо влиять на создание национальных клинических руководств и предотвращать употребление и внедрение недостоверных данных. Необходимо, чтобы в практике внедрались Кокриновские доказательства. И мы должны увеличить значимость Кокриновских доказательств в практике в России. И мы должны ограничить влияние представителей. Очень приятно представить презентацию о Кокрин Россия, нашему высокому форуму. Зарегистрированные участники. География представлена здесь. Благодарим всех участников, приехавших к нам сюда из далеких регионов нашей большой необъятной страны, из стран СНГ, из зарубежных стран. Спасибо всем большое. Приветствуем вас. Благодарим всех организаторов и соорганизаторов конференции, уважаемые коллеги. Сердечно благодарим всех, оказавших нам необходимую финансовую поддержку для того, чтобы эта конференция состоялась. Благодарим за идеологическую поддержку Министерства здравоохранения Российской Федерации, поддержавшей нас информационным письмом. Благодарим Министерства здравоохранения наших дружественных стран Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, приславших сюда своих высоких специалистов. Благодарим редакционный совет журнала The International Journal of Risk and Safety in Medicine и лично его главного редактора, профессора Фан Бокстала. Специальным номером материалы конференции опубликованы. Уважаемые коллеги, здесь представлена ссылка. Все находится в открытом доступе. Я поздравляю всех, представивших свои материалы для публикации в нашей конференции. И благодарю. Несколько слов о нашей истории. Очень приятно, что уже с 2000-х годов двигались мы здесь, в Республике Татарстан, используя принципы доказательной медицины и результаты систематических обзоров к Украине, как в высшем, так и в последипломном образовании, в разработке лекарственных справочников, формуляров лекарственных средств, клинических руководств. Весной 2014 года мы получили гордый статус аффилированного центра в Республике Татарстан, Северного Кокраиновского центра. И с осени 2015 года, как сказал Марк, мы стали Кокрейн-Россия. Это очень приятно. И теперь на карте уже небольшое пустое место, вы видите, Кокрейн-Россия. И мы приветствуем вас здесь, чтобы отпраздновать с нашим собственным сайтом. Вот эта картинка с матрюшками, вы ее видите. Это мы, Кокрейн-Россия. Пожалуйста, гуглите, а потом, как сказал Марк, Кокрейните, Кокрейн-Россия. Действительно, нас пока мало. При поиске привел цифры Марк, я тоже этот поиск сделала. И вот авторов из России действительно мало. И ответственных авторов еще меньше. И мы очень надеемся, что все мы с вами вместе присоединимся к этому большому движению. Наш проект самый активный, самый стремительно развивающийся сейчас – это проект переводов Кокрейновского сотрудничества. Марк говорил об этом, и я хочу сердечно поблагодарить всю команду волонтеров, работающих совершенно на основах доброй воли. Это сотрудники, магистранты, аспиранты кафедры фундаментальной клинической фармакологии Казанского федерального университета. Это наши коллеги из Казани, из Казанского государственного медицинского университета. Это наши коллеги из других городов России, из Республики Армения, США. И мы приветствуем всех и приглашаем к этой нашей большой деятельности. Мы гордимся тем, что к конференции мы достигли порога 500 переведенных резюме. Мы провели опрос онлайн, и благодарим присутствующих здесь участников и всех участников этого опроса по качеству этой нашей работы и по ее необходимости. И очень приятно показать сегодня вам результаты. И прошу обратить ваше внимание на зеленые секторы этих круговых диаграмм, которые говорят нам о необходимости этого проекта для России, русскоговорящих стран, более 90%. О необходимости проекта для работы, учебы, жизни. Это и профессионалы здравоохранения, и население в целом. И о возможности и способности изменить практику или отношение к лекарствам и диагностическим процедурам с помощью этих резюме на простом языке, переведенных на русский язык. И вот все те пожелания, которые сделали нам наши респонденты, больше переводов необходимо, распространять их необходимо. Таким образом, значимость проекта для России и русскоговорящих стран неоспорима совершенно, и мы приглашаем всех, уважаемые коллеги. Готовясь к этой конференции, мы сверили позиции, стратегию развития Кокрейн-2020, которую Марк представил вам, и концепцию развития российского здравоохранения до 2030 года. И вот те параллели, которые нам удалось провести. В концепции здравоохранения Российской Федерации записано развитие медицинских профессиональных некоммерческих организаций, сформированных по территориальному и профильному профессиональному принципу. И вот мы здесь, как Кокрейн-Россия, работаем для этого. Развитие информатизации здравоохранения. И вот мы здесь, как Кокрейн-Россия, разрабатываем доказательства высокого качества. И в информатизации, в рабочем месте каждого врача, для населения в целом, обеспечение доступности доказательств Кокрейн и возможности их использования каждому, всем, везде, во всем мире. Далее, уважаемые коллеги, стратегия развития российского здравоохранения, совершенствование обеспечения лекарственными средствами, препаратами и медицинскими изделиями и ускоренное инновационное развитие здравоохранения на основе результатов биомедицинских и фармакологических исследований. И мы здесь, как Кокрейн-Россия, превращенные в родину доказательств для обеспечения информированного принятия решений в здравоохранении, как по лекарственным средствам, так по диагностическим мероприятиям и другим вмешательствам, и по организации здравоохранения, как таковой. И, наконец, концепция развития здравоохранения Российской Федерации, развития международных отношений в сфере охраны здоровья и повышения роли России в глобальном здравоохранении, что предлагает нам Кокрейн построение организации, которая является эффективной и устойчивой в быстро развивающемся и все более усложняющемся климате здравоохранения и издательской деятельности. И вот мы здесь, как Кокрейн-Россия. Цели, стратегии развития Кокрейн-Россия представлены здесь, уважаемые коллеги. Мы выходим за время, и я буду немножечко сокращать. Конечно, это поддержание деятельности Кокрейн в России и во всех русскоговорящих странах, поддержание международной деятельности. Мы, Кокрейн-Россия, источник информации о Кокрейн, и будем предоставлять и уже в рамках этой конференции 8 числа обучение и поддержку членам Кокрейн-России для создания реального, серьезного потенциала по подготовке и обновлению систематических обзоров Кокрейн в России и русскоговорящих странах. Нам, конечно, необходимо стимулировать и поддерживать доступ к Кокрейновской библиотеке и стимулировать использование систематических обзоров Кокрейн в ежедневной клинической практике каждого врача, каждого провизора и в политике здравоохранения в качестве основы для принятия информированных решений. При выделении первого приоритета и отдаленного, первый приоритет – это выявление заинтересованных лиц, и вы все здесь, спасибо вам большое. Документ, о котором говорил Марк, переведен на русский язык, и вы можете его найти справа за главным документом на сайте нашей конференции. Пожалуйста, почитайте, и там приведен обзор, первые результаты, которые я покажу. Это, конечно, создание потенциала и, несомненно, поиск финансирования, и мы очень надеемся, что мы будем в этом успешны. Так, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить мощную, согласованную, горизонтальную структуру, как Рейд-Россия, с сателлитами в географически удаленных территориях России и русскоговорящих странах. Создание новых групп обзоров или сателлитов, существующих групп, необходимых для нашего здравоохранения. Что уже сделано? Вы уже знаете, проект переводов и стенды представлены в коридоре на первом этаже, уважаемые коллеги. Это систематические обзоры, как Рейн, обновляются и развиваются новые. Мы активно работаем в образовании, доказательная медицина студентам, доказательная медицина в магистратуре, модули плюс на английском языке, мы уже открыли магистратуру и включили модули по разработке систематических обзоров, как Рейн. Это запланированная в Казанском федеральном университете ординатура по клинической фармакологии, несомненно, с модулями доказательной медицины и разработки систематического обзора, как Рейн. И мероприятия, как Рейн, на первом из них, исторически первом, мы с вами сегодня присутствуем. Онлайн-опрос. Разрешите представить вам первые результаты этого онлайн-опроса и поблагодарить сердечно всех, ответивших на наш опрос. Распространяли мы анкеты всем участникам конференции КИКОМ-2010, КИКОМ-2015, подписчикам дискуссионного электронного форума ИЛЕК, организованного Всемирной организацией здравоохранения, разместили на сайте нашей сегодняшней конференции. Мы, география респондентов широка, это и Российская Федерация, и страны ближнего и дальнего зарубежья. И вот они, первые результаты, уважаемые коллеги. Да, к сожалению, не так много из нас, из ответивших, еще участвуют в деятельности, как Рейн. Но посмотрите, пожалуйста, 96% хотели бы принять участие в деятельности, как Рейн. Почти 70% хотели бы активно участвовать. И рассматривают возможность организации сателлита, как Рейн.Россия в регионе. Ну и в коротком перечне представлено все, что могут делать наши респонденты. Спасибо вам большое, уважаемые респонденты. Пожалуйста, к нам еще обращайтесь, отвечайте на вопросы. Мы всех благодарим, обязательно свяжемся с вами для дальнейшего сотрудничества. Два слайда по достижениям и барьерам, уважаемые коллеги, по результатам опроса. Достижения есть. Доказательная медицина шагает по нашей стране. Это разработка перечней лекарств, клинических рекомендаций, протоколов лечения. Снижение нерационального применения лекарств. Обеспечение безопасности медицинской продукции. Совершенствование качества медицинской помощи. Преподавание доказательной медицины начато в очень многих образовательных учреждениях. Российской Федерации и стран СНГ. Открытие центров доказательной медицины. Что способствует формированию научного мировоззрения и критического мышления. Были и не очень позитивные отклики. Ну и открытое членство в Кокрэйн однозначно приветствовалось нашими респондентами. Барьеры были выделены. И языковой барьер наиболее часто указывался как барьер на пути развития доказательной медицины. Низкий уровень знаний в этой области. Поддержка медицины основанной на авторитетных мнениях. Это наши с вами традиции, приоритет мнений. Но ситуация должна конечно меняться. Этому моменту способствует конечно агрессивный маркетинг лекарств. В том числе с вовлечением. Не побоялись наши респонденты высоких слов, профессоров и академиков. Недоступность к Акрэйновской библиотеке. Это очень важный барьер в развитии доказательной медицины. И в развитии Акрэйновского сотрудничества в целом. И непонимание ее значимости. Ненадлежащий контроль за клиническими исследованиями. И регистрации лекарственных средств. И некоторые административные барьеры. В итоге эти достижения и барьеры можно сформулировать так. Как они были сформулированы еще на заре развития доказательной медицины. В Великобритании. И здесь вы видите чем же является доказательная медицина. А это действительно практика медицины, которая требует подхода снизу вверх. Объединяет лучшие доказательства с индивидуальным клиническим профессионализмом и выбором пациентов. И чем не является доказательная медицина? Конечно, это не поваренная книга готовых рецептов. Это и ни в коем случае не старая потрепанная шляпа. Вся новизна, вся представлена в систематических обзорах Кокрейн. Ее не невозможно практиковать, и мировое здравоохранение это доказало. Не ограничивается рандомизированными, контролируемыми исследованиями, метаанализами. И не является ни в коем случае продвижением лекарств и технологий. И потенциальное воздействие Кокрейновского сотрудничества оценено было еще в 2002 году в редакторской статье журнала «Ланцет» по соперничанию с проектом генома человека и по воздействию на мировое здравоохранение. Приветствуем вас, уважаемые коллеги, уважаемые участники, на нашей конференции, первой в истории России конференции Кокрейн. Благодарю за внимание. Доклад на тему доказательства Кокрейн общественному здоровью. Кокрейн общественному здоровью. Кокрейн расширяет свое присутствие в таком динамическом регионе, как Россия. До начала моего выступления, моей презентации, я хотел бы выразить признательность к трем дамам, которые вынесли огромный вклад в мое выступление. Они из Кокрейн Паблик Хеллз, Кокрейн общественное здравоохранение. Это Ребекка Арнстронг из подразделения общественного здоровья в Мельбурне, Австралия. Это Эва Рефюз из Кокрейн общественного здоровья в Европе, Мюнхен, Германия. Она внесла значительный вклад в образование европейского подразделения Кокрейн. И бывший координирующий редактор Кокрейн Лиз Уотерс, которая, к сожалению, недавно скончалась, она также внесла значительный вклад в вовлечение вопросов общественного здоровья в работу Кокрейн. Почему вмешательства в область общественного здоровья важны? Я надеюсь, что вопросы поддержания здоровья могут быть решены не только употреблением препаратов, но и изменением образа жизни. Существует три области, которые являются угрозой для общественного здоровья. Это курение, алкоголь и полнота. Это фотографии настоящие, они не постановочные. Их сняли в Бразилии, где для особо ожиревших людей даже создают специальные широкие сидения. Это символ, который иллюстрирует важность проблемы общественного здоровья. Подчеркивают важность поддержания диеты и увеличения физической активности. Как странам удается решать вопросы общественного здоровья? Вы видите график, пропорцию населения, начиная от 15 лет и старше, которые страдают от излишнего веса. Итог этого графика заключается в том, что каждый пятый человек в ОСР, организации экономического сотрудничества и развития, имеет лишний излишний вес. Вот вы видите красный график, это средняя цифра по странам ОСР. А в некоторых странах, например, в Мексике и Штатах, треть населения имеет лишний вес. Похожее сравнение по странам ОСР по алкоголизму. Белые точки, которые вы видите на графике, это уровень потребления алкоголя в 2000 году. А темные столбики — это показатель 2013 года. Вы видите, что в некоторых странах потребление алкоголя уменьшилось. Но некоторые страны потребления алкоголя, к сожалению, прибавили. Это важная проблема практически для всех стран, у которых есть традиции потребления алкоголя. Наконец, третья угроза общественному здоровью — это курение. Наверху вы видите процент населения, который курит, регулярно курит для 2000 года. А более темные столбики — это процент населения, который курит в 2013 году по странам ОСР. Вы видите, что в большинстве стран мы видим улучшение количества курящих людей уменьшилось. Количество регулярных курильщиков. В России количество курильщиков уменьшилось на 10%. Но некоторые страны, к сожалению, количество потребляемого табака увеличили. Унишение угроз общественному здоровью может быть достигнуто интервенциями. Немедицинские, нефармологические интервенции имеются в виду. Существует доказательная не только медицина, не только вмешательства в больницах, в частных практиках. Существуют виды вмешательства в человеческом обществе, за стенами больниц. Обычно в Кокрин мы говорим о рандомизированных контролируемых исследованиях, которые являются основным видом исследований, дающим нам информацию. Но в основанном на доказательстве общественном здравоохранении, как мы это называем, естественно, рандомизированное контролируемое исследование провести сложно. Но имеются другие способы получения информации, имеются другие планы исследований. И на практике доказательства могут быть получены. Применение этих доказательств может заключаться не в выписывании индивидуального плана лечения пациенту, а в разработке программ общественного здравоохранения, изменений политик, изменений социальных услуг и услуг по здравоохранению, экологическим каким-то мероприятиям. Можно вносить изменения в жизнь людей через социальный маркетинг. Это все интервенции не на уровне пациента, а на уровне популяции. Группа Кокрин по общественному здоровью предпринимает следующие шаги в рамках основанного на доказательствах общественного здравоохранения. Во-первых, доказательства должны быть представлены. Это первичное исследование. Это не Кокриновское доказательство, строго говоря, хотя многие доказательства в области общественного здоровья получаются активными участниками Кокрин. Следующий этап – это выявление значимых или релевантных из доказательств, или систематический обзор. Следующий этап – это опробирование доказательств, и, наконец, доказательства применяются. Вот вы видите сайт раздела, посвященного общественному здоровью, основанному на доказательствах. У нас есть подразделение в Индии, в Южной Азии, в Европе, которое было создано достаточно недавно. Этот центр получил одобрение Кокрин в начале этого года. У него есть сотрудники в трех немецкоговорящих странах – Германии, Швейцарии, Австрии. Так, какими же могут быть обзоры общественного здравоохранения? Например, размер порций упаковки и посуды могут быть способом изменить вид и объем потребляемых пищи, алкоголя и табака. Вместо того, чтобы пить драгостоящие таблетки, можно просто внести небольшие изменения в образ жизни, в то, что окружает человека. Улучшение жилищных условий могут привести к изменению здоровья и ассоциированных социально-экономических исходов. Есть длинный список других примеров вмешательства в общении, в общественное здравоохранение. Вот наш обзор, который был опубликован в сентябре касательно размера порций и размера упаковок. В нем упомянуто, что в 72 рандомизированных контролируемых исследованиях говорится о наличии огромного количества информации о результатах исследований в разных странах, на разных возрастных группах, которые говорят, что изменение размеров порций может повлиять на образ жизни, на количество употребления пищи, алкоголя, табака. Необходимость в синтезе доказательств для информированных решений обусловлена увеличением объема и сложности данных, полученных из исследования. Очень часто формат данных не подходит для двухминутного короткого брифинга тех лиц, которые принимают решения. То есть информация должна подаваться в более удобоваримой форме. Чтобы проиллюстрировать, что может быть сделано в этой области, вот на примере обзора, касающегося размеров порций, мы сделали такую инфографику. Можно уменьшить размер порций, более маленький текст, более маленький размер картошки при, например. То есть, как правило, человек берет одну порцию, он съедает, а вторую уже брать не будет, даже если первая была меньше. То есть, можно уменьшить размеры упаковок на каком-то, может быть, законодательном, регуляторном уровне, чтобы таким образом повлиять на привычки людей. Все это в контексте принятия решений. Принятие решений непросто. Существует не только доказательства, полученные из исследований. Ресурсы практически везде ограничены. Везде существует политический контекст. Существуют труднопреодолимые привычки, традиции. Существуют противодействующие лоббистские группы, группы влияния. Если мы будем говорить об уменьшении размеров порций, то лоббистские группы будут этому противостоять. Производители табака, табачная промышленность будет этому противостоять. В Швейцарии по этому поводу очень острая дискуссия. И сообщества по общественному здоровью должны работать в этом направлении. На прошлом кохреновском колоколе в Вене мы обсуждали следующее. Мы показали модели взаимодействия между синтезом доказательств и принятием решения. Как может выглядеть это взаимодействие? Вообще говоря, это не линейная модель, где сначала следует синтез доказательств, затем распространение, затем формирование политики. То есть не бывает такого, что тот, кто принимает решение, просто ждет, когда ему принесут информацию. Ближе к реальности следующая модель, так называемая информированная политическая теория и модель общественного здравоохранения, основанная в доказательствах. Некоторые темы, некоторые данные должны передаваться в цепь принятия решений на более ранних моментах, до того, как политика сформирована. Иногда можно подать данные, в тот момент, когда та или иная тема неактуальна, и ваши усилия будут просто напрасны. Поэтому нужно ловить правильный момент. Существует также предложение группы Когрин по общественному здоровью в Европе, предложение модели совместного проведения исследований о основном доказательствах общественного здравоохранения, чтобы доказательства производились как результат совместной работы, чтобы доказательства производились именно в актуальных областях. завершать мою презентацию два слайда. Когрин общественное здоровье в Европе поддерживает создание систематических обзоров по приоритетным вопросам общественного здоровья, которые должны быть методологически корректны и принимать в внимание сложность вмешательств на популяционном уровне. Это нелегко, поскольку эти доказательства поступают не только от рандомизированных контролируемых исследований, но и от более широкого спектра методов. Другая миссия группы по общественному здоровью в Европе это разработка сильной сети исследователей в области общественного здоровья и построение долгосрочных отношений с ключевыми заинтересованными странами в Европе. а также за его пределами, чтобы решения в области общественного здоровья были информированными и подкрепленными лучшими имеющимися доказательствами. Четыре основных инициативы Когрин общественного здоровья в Европе это первое создание обзоров, создание потенциала по методам, как обзоры можно создавать быстро, как ускорить работу, как предугадывать интересы к той или иной тематике, чтобы сегодня уже знать, чем заниматься завтра. Третье – это развитие методов. Я не говорю о каких-то фиксированных методах создания Когриновских обзоров. То есть, методы следует рассматривать более широко, как нечто развивающееся, изменяющееся. Наконец, последняя важная вещь – это передача знаний, распространение знаний. На этом мое выступление завершено. Я благодарю вас за внимание. Если у кого-то есть вопросы, я был бы рад на них ответить. Коллеги, мы все вопросы вынесем уже в дискуссию, так сказать, поэтому давайте мы будем работать. И у нас произошли небольшие изменения. Алексей Тефанович согласился перенести свое выступление на вторую часть немножко. И сейчас слово представляется Олумбекова Гузель Эрнестовне. Значит, доклад у него будет на тему российское здравоохранение, мифы и реальность. Уважаемые коллеги, добрый день. Я попрошу организаторов помочь мне с вашей новой супертехникой. Ну и, в свою очередь, сейчас, может быть, поможет? А пока я скажу несколько слов. Ну, как уважаемые председатели, Андрей Павлович, дорогая Лилия Евгеньевна, дорогие коллеги, спасибо большое за приглашение. Для меня честь выступать сегодня в этой аудитории у себя на родине. Я думаю, что университет в лице Лилии Евгеньевны приобрел очень много. Лилия Евгеньевна ученый с мировым именем. Мы все ее очень хорошо знаем, ее отлично знают за рубежом. И яркое свидетельство тому, и вся ее деятельность, и то, что сегодня создана эта конференция на таком высоком уровне. Сейчас я буду говорить о системе здравоохранения Российской Федерации в целом. То есть мы организаторы здравоохранения, а я являюсь руководителем высшей школы организации управления здравоохранением в Москве. Я организатор здравоохранения, моя специальность не лечить людей, а организовывать потоки, которые лечатся. Это главная задача организаторов здравоохранения. Расскажу в целом, что сегодня происходит в системе здравоохранения Российской Федерации, и что от нас ждут миллионы российских граждан. Вот две с половиной тысячи лет назад было сказано, как служить государству, говорить правду и не давать покоя. Итак, сегодня о том, какая ситуация, что надо делать и какие решения мы можем предпринять. С кем Россия может себя сравнить? Вот здесь на столбиках представлен воловой внутренний продукт на душу населения в год. И мы видим, Россия, она всегда будет красной, имеет такой же воловой внутренний продукт на душу населения, как и шесть новых стран Евросоюза, а именно Чехия, Венгрия, Польша, Словакия, Эстония и Словения. И вот с ними будут дальнейшие сравнения. Какие интегральные результаты мы сегодня достигли в Российской Федерации? Несмотря на то, что ожидаемо продолжить жизни наши граждан росла, а это интегральная характеристика деятельности системы здравоохранения, сегодня она в нашей стране почти на 7 лет ниже, чем в новых странах Евросоюза. Но самая главная проблема не то, что только у нас низкая ожидаемая продолжительность жизни, у нас катастрофически высокая смертность мужчин трудоспособного возраста. И одна из самых высоких разниц между ожидаемой продолжительностью жизни женщин и мужчин. Она в нашей стране составляет 11 с лишним лет, а вот в новых странах Евросоюза не больше 7, в старых странах это 5 лет. Смертность от социально значимых заболеваний, таких как туберкулез, в нашей стране в 9 раз выше, чем в новых странах Евросоюза. Вот эти данные были озвучены на Народном фронте, который состоялся в сентябре этого года. Одна треть населения Российской Федерации в 2015 году отметила ухудшение ситуации в здравоохранении, а медицинские работники, которые и так работают на полторы ставки, увеличение нагрузки на рабочих местах. Какие фундаментальные проблемы сложились в системе здравоохранения Российской Федерации? Почему я говорю фундаментальные? Это означает, что без решения этих проблем никакие другие решения в системе здравоохранения будут неэффективны. Первая и главная проблема – финансирование. Все стоит денег. Заработные платы врачей, заработные платы профессорско-преподавательского состава, лекарства, расходные материалы. Давайте посмотрим, сколько тратят государство и население. Государственное финансирование здравоохранения складывается из трех источников. Это ОМС, федеральные и региональные бюджеты. А вот наше население из своего кармана отдает на 10% больше, чем новые страны Евросоюза. При этом в 2013 и в 2014 году Россия из государственных источников, это темная часть столбика, Россия всегда красная, тратила в полтора раза меньше на систему здравоохранения, чем новые страны Евросоюза. При этом мы не всегда тратили деньги эффективно. Например, из системы обязательного медицинского страхования в 2014 году были забраны деньги, а система обязательного медицинского страхования, она финансирует базовые виды медицинской помощи. Были забраны 50 миллиардов рублей на строительство перинатальных центров. Я и не против строительства перинатальных центров, но инвестиционные расходы должны идти тогда, когда хватает денег на оказание базовых видов медицинской помощи. Та же диспансеризация. Да, надо проводить диспансеризацию, но когда врачей в первичном звене не хватает, то это означает, что если им надо заняться здоровыми, они должны бросить потоки больных людей. И, например, оборудование. Вот Москва очень часто у нас кичится, я имею в виду московское руководство здравоохранением, что они оснастили все оборудованием. А давайте посмотрим. Вот столбики – это обеспеченность медицинским оборудованием, а черная кривая – это число исследований. В нашей стране на действующих компьютерно-магнитных аппаратах мы делаем, компьютерных томографов, прошу прощения, мы делаем в три раза меньше исследований. В чем дело? А на магнитно-резонансных томографах в два раза меньше исследований. В чем дело? Да, у нас не хватает специалистов, но самое главное – у нас не хватает потока проплаченных больных. Соответственно, не только оборудование мы должны приобретать, но увеличивать объемы бесплатной медицинской помощи, а для этого нужны средства. Но самое главное – нас ждет впереди проблема. Если мы будем сравнивать финансирование здравоохранения из государственных источников в сопоставимых ценах, а что такое в сопоставимых ценах? Это значит с учетом инфляции и девальвации рубля. То в 2016 предстоящем году эти расходы по сравнению с 2013 годом сократятся на 20%. Сколько это в деньгах? Это почти 700 миллиардов рублей нам не хватает до уровня 2013 года. Или до уровня 2014 года – это 470 миллиардов рублей. Значит, настолько же у нас уменьшится по сравнению с этими годами объемы бесплатной медицинской помощи. Вторая проблема – дефицит практикующих врачей. Вот вы видите, обеспечен с врачами в расчете на тысячи населения. Да, у нас уже меньше, чем в Германии. Но при этом поток больных людей на систему здравоохранения у нас больше, чем в развитых странах. И поэтому вот есть такой институт НИФИ при Министерстве финансов. Они все время говорят, а у нас врачей и коек больше. Да, у нас немножечко больше врачей в расчете на тысячи населения, и коек чуть больше, но у нас больше потоки больных, и у нас другие расстояния. Соответственно, обеспеченность и коеками кадрами у нас должна быть выше. Но если мы даже сравним с теми штатными нормативами, которые у нас были несколько лет назад, я не имею в виду с порядками медицинской помощи, которые диктуют гораздо большую обеспеченность потоков штатного расписания, то у нас сегодня дефицит врачей 22%. Это с учетом, что все врачи будут работать на 1,3 ставки. Это максимально допустимый коэффициент совместительства, который может себе позволить врач. Потому что большее совместительство опасно для больных. Третья проблема – качество медицинской помощи. Вот качество медицинской помощи измеряют в определенных показателях. К сожалению, не все из них мы измеряем в Российской Федерации, но те, которые измеряем, например, инфекционное осложнение, внутрибольничная летальность от инфаркта миокарда в 2,5-3 раза хуже, чем в развитых странах. А при этом с контролем у нас все хорошо. У нас более 8 видов контроля, которые не гармонизированы между собой и, соответственно, не гармонизированы с международными нормами. И это серьезная проблема, которую нам предстоит решить. И не надо верить ни ФИ, это я имею в виду вот этот институт при Минфине, который иногда чудовищный по своей безграмотности с точки зрения организации здравоохранения высказывает положение, что все лишит конкуренция. Конкуренция в условиях дефицита, тотального дефицита, ресурсов, кадров, денег не работает. Качество медицинской помощи зависит от трех главных составляющих. Первое – подготовки медицинских кадров в вузах. Второе – непрерывное повышение квалификации. И третье – это система обеспечения безопасности пациентов в стационарах. И на каждом из этих этапов у нас есть серьезные проблемы, которые нам предстоит решать. Четвертая фундаментальная проблема – обеспечена с лекарствами в амбулаторных условиях, то есть по рецепту врача. Вот Российская Федерация, она опять там красненьким, темная часть столбика – это государственные расходы. Они в нашей стране в четыре с лишним раза ниже, чем в развитых странах. Но у них имеет доступ к бесплатным лекарствам, к рецепту врача, все категории населения. А у нас преимущественно инвалиды. Пятая проблема – дефицит коек в Российской Федерации. Мы видим, что у нас сегодня коек уже ниже, чем в Германии. И при этом, если мы сделаем расчеты, то у нас общий дефицит коечного фонда составляет как минимум 23% от необходимого. То есть немедленно надо остановить все сокращения коечного фонда. Самое обидное, что все эти фундаментальные проблемы нарастают. Вот меня обычно очень хорошо понимают инженеры. А вот медицинской аудитории мне приходится по много раз показывать и рассказывать этот слайд. Вот представьте себе, что система здравоохранения – это завод. С одной стороны, поступают больные люди, так называемое сырье для нашего завода. И мы должны, обязаны внутри этой системы, как можно больше подремонтировать и вылечить людей. А число умерших должно быть как можно меньше. И главная производительная сила этого завода – это медицинские кадры. Затем их знания, которые получаются в том числе и в таких аудиториях. И должны быть лекарства, расходные материалы и койки при необходимости. И, конечно, чтобы этот завод дымился, что нужно – деньги. Деньги определяют все. И вот такие балансы у нас сложились в 2013 году. Что произошло в 2015 году по отношению к 2013 годам? Вы видите сами. И в результате число пролеченных больных сократилось, а число умерших возросло. Вот это и произошло на самом деле в 2015 году. За 9 месяцев 2015 года смертность Российской Федерации возросла почти на 1%. А в самом богатом регионе Москвы возросла почти на 4%. Но самое неприятное – то, что растет смертность трудоспособного населения. То есть это происходит не за счет старения населения. Итак, ситуация здравоохранения фактически критическая. Какие принимаются меры сегодня для исправления ситуации? Вот так называемая дорожная карта, и об этом совершенно открыто говорилось на Народном фронте, по структурным преобразованиям в отрасли, а именно сокращением коек, врачей, они приняты без всяких научных обоснований. Вот мы сегодня находимся на конференции по доказательной медицине, и мы всегда, прежде чем принять какое-то действие в системе здравоохранения, а надо понимать, что это самая консервативная отрасль экономики, потому что мы не можем остановить поток больных людей, они каждый день идут, никакие преобразования без научной основы не должны происходить. Программы развития здравоохранения, цели по снижению смертности не выполнены, госрасходы на программу снижаются на 9%, а между тем было поручение президента Российской Федерации, что госрасходы на эту программу развития здравоохранения снижаться не должны. Ну и вдобавок расходы не сбалансированы, например, сокращаются расходы на развитие кадрового потенциала. Цели политики по охране здоровья, да, они были поставлены правильно, этот год был годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но финансовыми средствами это не было подкреплено, а цели на 2016 год у нас вообще не установлены. К сожалению, тот проект, стратегий, который обсуждался в Министерстве здравоохранения на Общественном Совете, он направлен на что? Он направлен на то, чтобы население дополнительно заплатило из своего кармана за медицинскую помощь. И он направлен на то, чтобы за счет разрушения государственной и муниципальной собственности развивалась частная медицина. Но давайте посмотрим, может ли частная медицина помочь государственному здравоохранению. Значит, у нас сегодня по мощности поликлиник, включая стоматологию, урологию, гинекологию, это всего 5% объемов медицинской помощи и 0,5% коечного фонда. О чем говорить? Если мы в ситуации снижения финансирования здравоохранения отнимем часть денег из государственных и муниципальных учреждений и отдадим частным, то у них еще меньше будет денег, соответственно, они будут вынуждены, что сейчас и происходит во многих учреждениях, сокращать кадры, между прочим, квалифицированные, а значит, не смогут оказывать важнейшие виды медицинской помощи, которые никогда на себя не возьмет частник. Внешние вызовы. Что нас ждет? На что мы не можем повлиять в системе развития здравоохранения, но должны учесть в своей политике? Демографические вызовы. У нас увеличивается число граждан старше трудоспособного возраста почти на миллион в стране, соответственно, эти потоки будут идти в поликлинику, и надо думать, что мы должны сделать. И у нас сокращается численность трудоспособного населения, соответственно, каждый гражданин трудоспособного возраста должен быть на вес золота. Экономические вызовы мы почувствовали все на своем кармане. Но самый главный из этих вызовов – это то, что если раньше наши пациенты могли компенсировать снижение государственных объемов бесплатной медицинской помощи, то сейчас они этого не смогут делать, потому что Минэкономразвитие оценивает, что реальные доходы населения упали на 4%, а реальные заработные платы на 8%. Вот в этих условиях какие могут быть сценарии развития? Первый вариант – кризисный. Что означает кризисный? Это когда нам не удастся убедить правительство о том, что необходимо увеличить финансирование здравоохранения. Вот все мои последние месяцы были посвящены тому, что я непрерывно общалась в Государственной Думе или в правительстве с Министерством финансов и пыталась объяснить ним, что нам очень важно сохранить финансирование здравоохранения на уровне 2013 или хотя бы 2014 года. К сожалению, пока не удалось это сделать. И это кризисный вариант. Стабилизация, если нам все-таки удастся убедить хотя бы сколько-то добавить денег в систему здравоохранения. И только развитие вариантов с 2017 года, допустим, с 2017, 2018 до 2020, 2022 – это вариант поэтапного увеличения финансирования здравоохранения до 5% полового внутреннего продукта. Но не надо питать иллюзией. По варианту кризисный, ожидаемая продолжительность жизни будет падать. Естественно, смертность будет расти, как это происходит сейчас. Только при эффективном варианте, при варианте стабилизации мы сможем удержать ожидаемую продолжительность жизни на уровне 71 года. А мы этим очень гордились, потому что это ставит нас в разряд развитых стран. И только при варианте развития мы сможем достичь ожидаемой продолжительности жизни в 74 года. Пусть не к 2020 году, пусть к 2022, но потихоньку, поэтапно. Почему мы так уверены в этом? Опять-таки же доказательства, лишь правда, то есть доказательства, научные доказательства над вселенной царь. Вот здесь представлено, прошу обратить внимание, вот здесь представлена ожидаемая продолжительность жизни. А это государственные расходы на здравоохранение. И вот в зоне финансирования от 400 до 1700 долларов на душу населения в год, в долларах ППС, есть прямая зависимость между государственными расходами и ожидаемой продолжительности жизни. Вот Россия, начиная с 2005 года, мы давали деньги и ожидаемой продолжительности жизни росла. А вот в богатых странах, которые насыщены деньгами, врачами, лекарствами, там действительно даешь дополнительные деньги. И такой зависимости нет. А у нас так, добавляешь деньги, ожидаемая продолжительность жизни растет, снижаешь деньги, растет смертность. У нас есть экспериментальные данные, драматическое снижение смертности произошло во время приоритетного национального проекта здоровья, когда государственные расходы повысились на 16%. На разных массивах данных доказано, что если мы хотим иметь, ожидаемая продолжительность жизни в 74 года, нам придется увеличить государственные расходы до уровня 5% лавового внутреннего продукта. Но если мы хотим, чтобы смертность не росла в нашей стране и сохранилась на уровне 2013 года, то есть 13,1 случаев на 1000 населения в год, нам придется сохранить финансирование здравоохранения на уровне 2013 или хотя бы 2014 года. Что надо делать? Шесть блоков предложений, чтобы предотвратить рост смертности в стране. Для сохранения доступности медицинской помощи необходимо остановить сокращение мощности системы здравоохранения. И в своем последнем послании несколько дней назад президент Владимир Путин говорил об этом, что никаких необоснованных сокращений кадров, коек и учреждений здравоохранения быть не должно. Нам придется изыскать дополнительные средства из федерального бюджета для сохранения финансирования на уровне 2013 или 2014 года. Давайте подумаем, а где найти деньги в федеральном бюджете? Да, нам правильно говорят, повысить эффективность расходов на здравоохранение. На что я отвечаю, при том же уровне неэффективности, если сокращаются государственные деньги, нашим пациентам достанется меньше. Но мы, конечно, должны повышать эффективность. Но масштаб повышения эффективности, то есть, что такое эффективность? Это значит поставить деньги на приоритеты и бережливо, то есть не воровать, относиться к деньгам. Это максимум мы сможем сэкономить 170 миллиардов рублей. Напомню, нам надо почти 700 миллиардов рублей до уровня 2013 года. Дополнительные источники. Вот я так и говорила Министерству финансов. Да, у вас общий бюджет здравоохранения сократился. Но вы даете, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, а у нас люди умирают, наверное, сегодня важнее дать здравоохранение. Или, например, расходы на ОРЖД. Та же счетная палата говорит, извините, у нас грузоперевозки падают, пассажироперевозки падают, а мы при этом продолжаем инвестиционные расходы. Но и другие неэффективные расходы счетная палата постоянно указывает на это, и эти деньги должны пойти в здравоохранение. Но если мы не найдем этих денег, что надо делать? Итак, я езжу во многие регионы Российской Федерации, встречаюсь с губернаторами и объясняю, что придется делать. Итак, кстати, собрать все деньги региона и направить на здравоохранение. Потому что, как и так было, кстати, сказано в послании, собрать все резервы и поставить здравоохранение руководителями регионов в приоритет. Но что мы сможем сохранить на уровне 2013 года? Тогда надо понимать, какие виды помощи мы сохраним на уровне 2013 года, а какие придется сократить. С моей точки зрения, это сохранение первичной медико-санитарной помощи, скорой, квалификация кадров, это специализированная помощь только в экстренной форме, нам преимущественно в стационарах хватит, и высокотехнологичная помощь в национальных центрах. Что очень важно, какие категории населения? Мужчины трудоспособного возраста. Великий Симашко в советское время понял, что мужчина в поликлинику не придет. Поэтому что они сделали? Они привели врача куда? Непосредственно на производство. А мы разрушили производственную медицину. Любой ценой вместе с работодателями придется восстанавливать производственную медицину и систему профилакториев и санаториев, которые хорошо были развиты в советское время. И в результате смертность трудоспособного населения в конце 80-х годов была на 30% ниже, чем сегодня. Вы можете себе представить? У нас сегодня на 30% выше смертность трудоспособного населения. Дети, школьная медицина, у меня образования денег нет, чтобы поддерживать школьную медицину. И, конечно, пенсионеры – это услуги по долговременному уходу. Я, конечно, не буду останавливаться на этой таблице, но чтобы вы видели, это балансы расходов 2013-2016. Вот на что у меня не осталось денег? Ну, то есть, можно, конечно, оказывать и на эти виды помощи. На большинство видов ВМП, на лечение орфанных заболеваний, на выхаживание младенцев с экстремально низкой массой тела, и для принятия таких решений необходимо общественное согласие. Что надо делать при всех сценариях, чтобы повысить эффективность системы здравоохранения? Существенно сократить инвестиционные расходы. Нам сегодня не достроек. Все надо бросить на оказание доступной бесплатной медицинской помощи для населения, причем большинства населения, чтобы население почувствовало, что снижение, не почувствовало, что происходит снижение объема бесплатной медицинской помощи. Это помните, как я вот хорошо помню, здесь в основном молодежь в зале сидит, когда в свое время были, когда не хватало масла, мяса, у нас были так называемые продуктовые карточки на масло и мясо, но зато хватало всем. Вот так же и наша система, она должна быть жестко нормированной в ситуации дефицита, так, чтобы всем хватило базовых видов медицинской помощи. Но, конечно, нам придется устранить страховые медицинские организации, и правильно президент сказал о том, что они должны повысить свою ответственность за здоровье народа, сегодня ее не несут, а если они ее не несут, так пусть уходят с рынка, и начать подготовку перехода на бюджетную модель. И, конечно, строжайшей экономии средств, и в том числе на основе доказательной медицины. Кадры в отрасли. Без кадров кадры решают все. Нет врача, нет доступности медицинской помощи. Вот предусмотреть выполнение указов – это только при варианте развития. Но понимаете, что? Ведь вот в Евросоюзе обычно говорят, «Ох, в Евросоюзе врачи много работают». Неправда. В Евросоюзе принят парламентом Евросоюза указ, по которому рабочая неделя врача не может быть чем 40 часов. Единственная страна – Великобритания, которая 48 часов разрешает своим врачам работать. А у нас 200%, когда все врачи работают полторы ставки. Поэтому мы должны предусмотреть эти 200% увеличения обратной труда медицинских работников в отношении к средней экономике только тогда, при 40-го часовой неделе. Ну и, конечно, надо повысить авторитет врачей и предусмотреть дополнительные социальные льготы для медицинских работников. И вот мы сейчас, как общество организаторов здравоохранения, я являюсь членом правления российского общества организаторов здравоохранения, мы сейчас упрощаем документы оборот, пытаемся подготовить нормативную базу, чтобы снизить документы оборот, которые приходятся на врача в поликлинике. Качество медицинской помощи при всех вариантах. Повышение оплаты труда профессорского преподавательского состава. В свое время, когда я училась, это были самые уважаемые люди. И у них оплата всегда была полтора раза выше, чем у врачей. И, конечно, средства на повышение квалификации, клинические базы вузов и методики в части контроля. Нам надо унифицировать методики для контроля. У нас должна быть единая система контроля качества медицинской деятельности. Эффективность управления на всех уровнях. Нам, Минздрава России, сегодня надо приступить и в региональных министерствах здравоохранения к разработке антикризисной программы согласно антикризисному бюджету. Для этого надо расставить приоритеты и очень жестко следить за экономией средств. Вот я говорила в целом об оказании медицинской помощи. Вот об этом. Но, конечно, очень важна и так называемая программа, о чем говорил предыдущий докладчик, докладчик общественного здоровья, то есть охраны здоровья, так называемая public health. Это есть экология, питание, мотивация к здоровому образу жизни. Но это не только наша ответственность. Мы готовы помогать. Но для этого в правительстве должны быть созданы межведомственные группы, которые будут этим заниматься. Что будет, если мы этого не сделаем? Я вот специально не меняю этот слайд. Я его показывала Министерству финансов, Общественной палате, Министерству здравоохранения, когда принимался бюджет не этого года, а прошлого года. И понимая, что расходы на здравоохранение в 2015 году снижаются, я предсказала, что смертность будет расти вместо запланированного снижения по госпрограмме. А что это? Это дополнительные 600 тысяч смертей российских граждан к 2018 году. А вот наш приоритетный национальный проект здоровья. Вот сколько жизней было спасено. А вот когда Татьяна Голикова убедила президента в том, что необходимо увеличивать финансирование здравоохранения. Что такое макробалансы социального государства? Ну вот самые либеральные экономики, Соединенные Штаты Германии, Франция, Америка, вот как они относятся к системе здравоохранения? Доля консолидированного бюджета, то есть откуда оплачиваются расходы на оборону, на образование, на здравоохранение, в воловом внутреннем продукте составляет 50%, у нас до последнего времени 30%. Доля расходов на здравоохранение в новых странах Евросоюза не менее 5,5%, старых 9,7,8%. Доходы 1% сверхбогатых людей не более 10-15%. А у нас, вот я совсем недавно прочитала, вот Алишеров заплатил 1 миллиард футболисту. Лучше бы он койки палеотивные лечения построил. Или, например, какой другой наш олигарх взял и заплатил, знаете, за что? За исследование внеземных цивилизаций, ни много ни мало 5 миллиардов, а мы не можем 5 миллиардов найти для обеспечения орфанных заболеваний. Для нас это проблема. Ну и, соответственно, на будущее мы должны обсуждать, эти вопросы сегодня ставятся в Государственной Думе, прогрессивную шкалу налогообложения на сверхбогатство. Но хочу подчеркнуть, что расходы на оборону снижать нельзя. Почему? Потому что сегодня, имея гигантские границы, это защита для нас от внешних угроз, мы тратим в 7 раз меньше, чем Соединенные Штаты Америки. Вот мы все эти вопросы обсуждаем на нашей конференции Организации здравоохранения. Она будет в конце мая этого года. У нас собирает более тысячи человек. И если вы хотите подробно узнать мои материалы, которые лежат в основе тех доказательств, которые я привела, пожалуйста, читайте книгу. Благодарю вас за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...